Проблема безнадзорных животных довольно остро стоит по всей стране, и Городецкий округ не исключение. Стаи бродячих собак на улицах – явления частые. Их чипирование и стерилизация могут повлиять на ситуацию, но кусать и набрасываться на людей после этой процедуры четвероногие не перестают. Тему безнадзорных животных в Городецком округе поднимали не раз, совсем недавно на Ассоциации промышленников и предпринимателей. Один из путей ее решения – приют для бездомных животных. К мнению необходимости его строительства пришли в администрацию округа. Идею поддержали депутаты и общественность. Уже прошло и первое заседание рабочей группы, которое возглавила заместитель главы администрации Елена Вуколова. Я очень люблю животных, и кошек, и собак. И у меня шесть приемышей, шесть кошек. И все они пришли из леса, я благополучно их вместе с мужем выхаживаю, кормлю, даю им путевку в жизнь и так далее. Просто я неравнодушный человек. У нас здесь нет муниципального приюта. Есть два частных, которые функционируют просто частным образом. За счет доброжелателей, за счет волонтерского движения людей, муниципальный приют объединит в себе большее количество людей, которые будут действительно не бояться выйти на улицы города, если у нас бегают стаи бездомных собак. Это мы будем все регулировать, помогать жителям льготно стерилизовать собак, потому что очень дорого стерилизовать в ветеринарных клиниках. Я думаю, что и большинство кошек, которые ведут бездомную жизнь в нашем округе, тоже найдут свой кров в стенах нашего приюта. Для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, предстоит решить немало проблемных вопросов. Начиная с процедурных, необходимо внести изменения в устав Городецкого округа, поскольку в настоящее время все вопросы, связанные с обращением с безнадзорными животными, это прерогатива областного бюджета. И еще целый ряд моментов. Один из главных – определение участка для строительства. То есть профессионал должен оценить, каждый из них сказать, вот это самое оптимальное. Здесь будут соблюдены все нормы, то есть ни жители не пострадают, да, ни эксплуатирующие организации, сетевые. Никто. И для животных будет комфортно. И при этом это должен быть такой участок, который должен находиться в городе, поскольку мы предполагаем дальнейшее развитие волонтерского движения, предполагаем, что мы школьников будем активно привлекать к работе в этом приюте, будем проводить в этом приюте уроки доброты, милосердия и так далее, и так далее. На первом заседании рабочей группы была намечена дорожная карта проекта. Определены сроки выполнения и ответственные по каждому пункту. В ближайшее время планируется провести выездное заседание по определению земельного участка под строительство будущего приюта для бездомных животных.